На Соловке приезжает специальная комиссия, ее возглавлял Михаил Кедров. Цель этой комиссии, конечно, установление советской власти на островах. Они должны были закрыть монастырь, они начинают череду вывозов ценностей Соловецкого монастыря. Ну и они должны были обследовать территорию монастыря для того, чтобы понять, можно ли открыть на Соловках один из лагерей принудительных работ. Вообще, к 1920 году в европейской части нашей страны было уже около сотни лагерей принудительных работ. После закрытия монастыря врате было предложено просто уехать с островов, но мы знаем, что несколько десятков соловецких монахов, они отказались уезжать, они остались, они никогда не были заключенными с Соловецкого лагеря, они были больнонаемными монахами-инструкторами. Лагерь у нас следует большое количество монастырских производств. Ну и мы прекрасно понимаем, что заключенные, которые пребывали в лагерь, конечно, они не знали ни как работает бондарная мастерская, или начарный завод, ковременный завод. И вот как раз бывшие соловецкие монахи могли их этому обучать. Они жили отдельно от заключенных, они свободно передвигались по территории лагеря, работали они, конечно, под своими мирскими именами и фамилиями, получали заработную плату за ту работу, которую они делали, до 1929 года им даже разрешали проводить службу в Пищенской Ануфриевской церкви. Я сказала, что комиссия начинает череду вывозов ценностей. Вообще, ризница Соловецкого монастыря в начале 20 века была одной из самых богатых монастырских ризниц у нас в стране. Причем интересно то, что обычная ризница – это то место, куда светских людей не опускают, но в Соловецком монастыре ризница была настолько богатая, что уже во второй половине 19 века ее открывали для паломников. То есть, такой как первый музей, туда можно было прийти, полюбоваться на сокровище обители. Вещи были там не только необходимы для богослужений, были вещи, которые несли просто историческую, культурную ценность. Там хранилась сабля Дмитрия Пожарского. Там было Евангелие 14 века, написанное на пергаменте. Монастырские документы, письма, грамоты, летописи, приходно-расходные книги монастыря – все это хранилось в ризнице. Вериги, которые там были паломникам, разрешали даже примерить. Всего было около 11 вывозов ценностей Соловецкого монастыря. Самый крупный – это, конечно, 1922 год, когда по всей стране работали комиссии. Помгола была вывезена почти 2,5 тонны предметов. Большая часть из которых пошли государству, то есть на продажу или переплавку. Но благодаря работе сотрудников глав музея, часть предметов все-таки выдавалась спасти. И сейчас они находятся в разных музеях нашей страны. Уже в июне 2020 года на Соловке прибывают первые этапы заключенных. Открывается концлагерь номер 3. Это отделение северных лагерей. Лагерь был предназначен для военнопленных гражданской войны, для белых офицеров, для тех, кто помогал интервентам на севере. И, конечно, всегда были уголовники. Первые заключенные занимаются строительством дорог, строительством первой узкоколейной железной дороги. Шириной 75 см она предназначалась для ручных лагонеток. И, конечно, они начинают переоборудовать монашеские керри под камеры для заключенных. В это же время на Соловках открывается совхоз. Совхоз Соловки. Вообще, по задумке, на Соловки должны были переселяться крестьяне. Они бы возделывали землю, и то, что они производят, пошло бы на благо государства. Естественно, переселяться никто не захотел. Тогда совхоз был полностью укомплектован заключенными лагерями и бывшими соловецкими монахами. Производить в том объеме, в каком требовало государство, не удавалось. Отчитывались тем, что нашли в монастырских плодах. При этом еще ворвать хотели. К 1923 году стало понятно, что совхоз предприятие абсолютно нерентабельное. И выходит приказ о передаче имущества совхоза на балансы БКУ, то есть лагеря передают. И в мае 1923 года на территории монастыря случается страшный пожар. Три дня полыхал монастырь. Из-за сильного ветра никак не могли потушить огонь. Позднее приехала специальная комиссия по расследованию причин этого пожара, официально виновных в пожаре не нашли. Но удалось установить, что пожар начался на чердаке Кассачейского корпуса. Чердак закрывался на ключ, а ключ был у управляющего совхоза. Ну и вот абсолютно случайно именно в этом же здании была вся канцелярия совхоза. То есть мы в принципе прекрасно понимаем, что документы просто были уничтожены. В 1922 году вышел новый уголовный кодекс, по которому не предусматривалось заключение людей в лагеря принудительных работ. И количество заключенных в лагерях по всей стране начинает резко падать. Они были пустые, и их начинают закрывать. Осенью 1923 года на базе трех северных лагерей Архангельского, Пертаминского и Холмогорского открывается один лагерь с центром на Соловках. Это Соловецкий лагерь особого назначения. Это самый известный слон. Лагерь был предназначен для особо опасных уголовных и политических преступников. Для тех, кто совершил преступление, для тех, кто может совершить преступление и нанести какой-то ущерб целостности государству. То есть та ситуация, когда человек еще ничего не сделал, возможно даже и не собирался. Но из-за подозрения, чаще всего из-за доносов, был арестован и отправлен в лагерь. Поэтому на Соловках впервые была опробована система самоокупаемости. То есть все заключенные без исключения должны были работать. И доход от того, что они производят, должен превышать расходы государства на содержание заключенных. На Соловки заключенные прибывают большими этапами, это 200-300 человек. Сначала их отправляли в 13-ю карантинную роту. До 1929 года она находилась на территории монастыря в Свято-Тройском Сосимос-Алайдинском соборе. В храме стояли трехъярусные нары. 500-600 человек за раз могло находиться в храме. Людям практически не давали спать, всего лишь 3-4 часа в сутки. Их выгоняли на многочасовые поверки, на паперть перед храмом. Их могли отправлять на работу, на тяжелые или на бессмысленные. Паек при этом получали минимальные. Все это, конечно, делалось для того, чтобы сломить в роли заключенных. Постепенно они проходили медосмотр. После медосмотра присваивалась определенная категория здоровья. И вот уже в зависимости от категории здоровья их распределяли по другим лагерным отделениям и ротам. Ну и на работу, соответственно, тоже. Людям часто очень спрашивают, где был лагерь. Вообще лагерь был везде. То есть все, что принадлежало монастырю, оно перешло лагерем. Первое пемлевское отделение, это монастырь, поселок вокруг монастыря. И к ним уже относился женский штрафной изолятор. Первое отделение самое многочисленное. То есть около 80% заключенных было именно там. Второе отделение, это бывший Сабатевский скит монастыря. Третье отделение на Муксовме, это бывший Свято-Сергиевский скит. Четвертое отделение, Свято-Вознесенский скит, это мужской штрафной изолятор. Пятое отделение, это Кондоостров. Его нет на карте, Кондоостров не относится к Архипелагу. Но там был Никольский скит Соловецкого монастыря. И шестое отделение, это остров Анзер. Два скита, Троицкий и Голгофораспятский скиты. Кроме этого, большое количество лагунтов и командировок, где жили, работали заключенные. Лагерь у нас следует около 50 монастырских производств. Но в середине 20-х годов появляются такие по-настоящему лагерные работы. И самыми тяжелыми считались строительство узкоколейной железной дороги. Первую узкоколейку ее полностью перестраивают. И это уже стандартная метровая узкоколейка. Настоящая железная дорога, вот здесь на фотографии видно, она проходила прямо у стен монастыря. В 31-м году ее разобрали и вывезли в средство деломоробородческого канала. То есть сейчас железной дороги у нас нет. Очень много болот на острове заключенные работали на торфодобыче. Болоты сначала осушали, потом снимали верхний слой почвы. И вот стоя по коленам в воде, торф поднимали на поверхность. Торф нужно было отжимать. Часть этой работы выполняли женщины. Торф отжимали, делали из него брикетики. И потом их выкладывали пирамидами, оставляли на просушку. Кстати, торф был низкого качества, потому что у нас очень большая влажность, средняя 80%. И торф просто не просыхал должным образом. Были случаи, когда приходилось оставлять его еще и на следующее лето. Кирпичный завод. Вот тот самый, еще 16 века, основанный святителем Филиппом. В начале 20 века он уже не работал, потому что в монастыре ничего не строили. И кирпич не было необходимости производить. Но во флагере ставятся новые оборудования, новые печи. 5-7 тысяч кирпичей в сутки производят. По качеству, кстати, даже хуже, чем монастырский. И во второй половине 20-х годов на островах шла массовая вырубка леса. Сами заключенные называли лесозаготовки сухим расстрелом. Оттуда либо не возвращались, либо возвращались доходяга. То есть человек доходил. Он был обречен на медленную и мучительную смерть. С 29-го года заключенных начинают вывозить на материн. Дело в том, что в 29-м году все концлагеря в нашей стране официально были закрыты. Их переименовывают в исправительно-трудовые. И таким образом страна получает целую армию рабочих. Людей, которые могли работать на любых работах, в любых условиях и практически бесплатно. Все исправительно-трудовые лагеря были включены в трехлетние и пятилетние планы по индустриализации. И вот в 29-м году Соловецкий лагерь, он как будто выплескивается на материк. К 30-му году это уже один из лагерей гигантов. В нем почти 50 тысяч закручен. Но и занимает он не только территорию архипелага, а часть Карелии, часть Мурманской области, часть Ленинградской и Архангельской областей. Ну и, собственно говоря, зачем рубить лес на острова, если можно рубить его на материке. И вот по началу 30-х годов все основные производства на островах, они уже закрываются. Немножечко поговорим с вами о категориях заключенных. То есть кто был в лагере, я уже помянула, что были женщины. Женщины это где-то около 10% от общего числа заключенных. При этом если брать всех женщин за 100%, то процентов 25. Это будут КР-ки, жены белых офицеров, лично благородного происхождения. Остальные уголовницы и конститутки, от которых разгружали города. В лагере были дети. Проблема того времени, то что не было никаких документов, которые бы как-то регламентировали арест, следствие, ну и последующее содержание в лагерях и тюрьмах малолетних преступников. И к ним относились точно так же, как взрослым. Часто во время этапа дети проигрывали в карты свои личные вещи, одежду. Они могли даже срок проиграть больше, на меньше или наоборот. Оказавшись в лагере, им приходило жить под нарами. У них не было одежды, они не выходили на работу. Не выходя на работу, естественно, они получали боев. Ну и очень быстро заходили и становились застояниями братских могил. В 1929 году к криминологическому кабинету лагеря, тогда в нем работал Матерь Сергеевич Лихачев, было поручено обследование всех лагерных отделений и род с целью выявления и регистрации молодежи. В 1929 году на Соловках открывается первая в нашей стране детская трудовая колония. Детей расселили в отдельной бараке. Они спали уже не на нарах, на кроватях, с матрасами и с постельным бельем. Им выдали одежду, хотя в лагере не было вещевого довольствия. Перевели на 4-часовый рабочий день, и это только легкие работы. Усиленный поек, и стакан молока, и кусок мяса, и школу должны были посещать. Но вот такая, казалось бы, образцовая колония, она просуществовала всего год. В 1930 году ее переводят в Москву. Юрий Черков попал в лагерь, когда ему было всего лишь 15 лет. Мальчик просто вел дневник, в который записывал свои впечатления от происходящего в стране. Был арестован и обвинен в подготовке к покушению на членов правительства. Получил 5 лет лагерей. Виктор Харачинский, ученик 9 класса. Два срока на Соловках за контрреволюционную деятельность. Был расстрелян в 1937 году. Через Соловки прошли представители 50 национальностей. Представители всех религиозных конфессий. На Соловках в заключении было около 500 православных священников. Около 80 иерархов русской православной церкви. Один из самых известных заключенных священнослужителей. Это Петр Зверев, архиепископ Воронежский. Петр Зверев попал на Соловки за борьбу с обновленчеством и контрреволюционную деятельность. Умер в лагере от Тифа в феврале 29 года. На острове Анзар на горе Голгофа в храме Распятия был открыт Тифозный изолятор. Как говорили заключенные, туда отправляют не лечить, туда отправляют умирать. После смерти тело Петра Зверева было сброшено в обычную общую могилу. Но заключенным удалось добиться разрешения перезахоронить его в отдельной могиле. И по воспоминаниям, когда вскрыли общую могилу, тела умерших от Тифа были черные и сморщенные. А тело Петра Зверева было абсолютно нетронуто, как будто бы он только что умер. Его похоронили в отдельной могиле. Сохранилось описание этого места. В 1999 году были обретены мощи священнослужника Петра Зверева. Сейчас в 2000 году на Архиерейском соборе Петр Зверев был причислен к лику святых. На этом Архиерейском соборе к лику святых было причислено почти тысячи человек. Это те люди, которые страдали за веру по всей стране. Около 50 из них это наши соловецкие новомучники и исповедники. Вот как раз одна из двух икон, что мы привезли, это соловецкие новомучники и исповедники. На монастыре у нас сейчас находится честная глава священнослужника Петра Зверева. И еще один заключенный, о котором стоит сказать, это Алексей Феодосевич Вангельей. Он был основателем и первым руководителем Бюро Пободы. Был арестован по сфабрикованному делу и обвинен в шпионаже. Он получил 10 лет в лагерей. Попал на Соловке. Расстрелян 3 ноября 1937 года. Это большой террор, это первый соловецкий этап. В ручище Сандармов расстреляли 1111 заключенных соловецких. С них Алексей Феодосевич. Будучи в лагере, он регулярно писал письма своей жене. У него была маленькая дочка. В письмах он делал рисунки для дочери или животных, или растений. Описывал их, таким образом участвовал в образовании своей дочери. В 1939 году, уже очень долго не получая писем от мужа, жена делает запрос в прокуратуру. Ей приходит ответ, что Алексей Феодосевич переведен в другой лагерь, без права переписки. В 1957 году семья получила извещение о смерти, в котором было написано, что Алексей Феодосевич скончался в лагере от перитонита в 1942 году. И вот только в 1995 году, когда у нас появился дозунг расстрельным списком, удалось установить, что на самом деле он был расстрелян еще в 1937 году. И таких историй по всей стране какое-то невероятное множество. Часто родственники не знали нигде, ни за что арестованные, родные, ни в каком лагере они находятся. Место, дата смерти для многих до сих пор остается неизвестным. Через Соловки прошло около 80 тысяч заключенных. Вместе с материковыми командировками мы называем цифрю до миллиона человек. От 12 до 15 тысяч остались на Соловках. На острове Анзе, на склоне горы Голгофа, у нас растет такая чудесная береза. Она растет в форме креста. Ну вот, как мы говорим, сама природа поставила крест всем тем, кто страдал на Соловецкой земле. И еще один заключенный, о котором тоже стоит сказать, это Василий Степанович Буньяев. Это дедушка нашего патриарха. Он также был в заключении на Соловках, попал на Соловки за борьбу с обновленчеством. Несколько лет пробыл в лагере, в том числе около месяца на Секирной горе. Секирная гора это мужской страхной изолятор. По воспитаниям, также одно из самых страшных мест в лагере. В 1939 году начинается Вторая мировая война, начинается Советско-финская война. Было принято решение о закрытии тюрьмы на Соловках. Всех до единого заключенных с островов вывозят. А острова передаются военно-морскому плоту. Давайте мы выйдем. Продолжение следует...